Магазин на улице Ленина находится в черном списке участников проекта «Народный контроль». На эту торговую точку регулярно жалуются местные жители. По их словам, ночью здесь продают алкоголь. Доказать это ревизорам пока не удалось. Однако в декабре прошлого года общественники сняли с прилавков 6 корзин некачественного товара. Просрочка лежала на самом видном месте. Были продукты и без опознавательных знаков. Тогда продавцы нам рассказали, что они не обязаны смотреть за качеством продукции. Мол, они только принимают товар и сидят за кассой. Мы вдвоем за всем следить не можем, кроме нас еще люди работают. Мы в день у нас очень, как говорится, много работают. Если мы что-то пропустили, так пропустили, но мы все охватить не можем. С очередной проверкой в этот магазин в июне нынешнего года нагрянули и сотрудники Росалкогольрегулирования. Они обнаружили поддельное спиртное. Сегодня участники народного контроля вновь пришли в эту торговую точку. На одной из полок общественники нашли несколько банок просроченных рыбных консервов. Это очень опасно, потому что потребитель может оказаться на больничной койке. Вот даже далеко ходить не на, специально для, опять же повторюсь, для удобства потребителя сделано, в кавычках, естественно. Вот этим у нас торгуют. Нашли просрочку и в холодильнике с майонезом. По словам общественников, здесь нарушены условия хранения. Я подошел к холодильнику, который не работает. Можно предположить, что это просроченный товар майонез «Махеев». Произведен 27 апреля 2016 года. Условия хранения от плюс 14 до плюс 20 градусов 90 суток. В данный момент холодильник не работает, это непонятно. К слову, большинство холодильников в этом магазине не работают. В одном из них находится живое пиво. На вопрос, где и когда его разлили по бутылкам, продавец ответила. Я не знаю. А кто знает? Я еще до холодильников не дошла. Нет, а кто ответит нам на эти вопросы? Где администрация? А где администрация? Пригласите, пожалуйста. Так я зашла, там кабинет закрыт. Администратор к нам так и не вышел. Отмечу, что на контакт с ревизорами не идет и директор магазина. Все замечания по поводу некачественной продукции мимо ушей пропускал и продавец. Женщина каждый раз повторяла, что он остажер и работает здесь второй день. Как позже выяснилось, череповчанка не прошла санитарное обучение. Когда вы проходили медкомиссию в последний раз? В мае. В мае. У вас до 10 апреля 2016 года. А почему ничего не сказали? На Каласовольске не сказали? Где? На Каласовольске почему ничего не сказали? Я вообще не понимаю. Эти они говорят, когда я должна пройти. По словам сотрудников Роспотребнадзора, отсутствие голограммы – это нарушение санитарных правил. По мнению общественников, нарушать правила в этом магазине привыкли. Сняли целую серию, если можно так сказать, детских пирожных, пиндеркинги. Двое суток просрочка на всех. Взял просто коробку и убрал из холодильника. Почему это не сделали продавцы, я не знаю. Специалисты Роспотребнадзора неоднократно выписывали штрафы руководству магазина. Директор торговой точки исправно их оплачивал, говорят ревизоры. Однако витрины магазина в порядок так и не привели. Бороться с недобросовестными предпринимателями общественники теперь планируют с помощью полиции. Татьяна Жданова, Виталий Присмотров, Новости.